здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем детскую шапку шлем давно девчонки простили меня и двойную сделан двойную соответственно вы можете сделать и не двойную а одинарную это уже на ваше усмотрение по поводу размера вот весь размер у нас пляшет отсюда то есть вы измеряете вот это место ребенка чтобы она хорошо как бы здесь облегала у меня это вот так вот мерить это 45 сантиметров до вот не понятное дело что понятное дело что там должно быть хорошее хорошее натяжение чтобы это все было плотно любом случае можно сделать завязки то есть это тоже можно решить так что касается пряжи пряжа у меня вот это ангура рам вот в районе 500 метров 100 граммах виде 40 процентов мохер 60 процентов акрил и вы смотрите выбирайте чтобы говорят вот это именно кусается вот это вот этой марки пряжи но мне повезло моя не кусаются так что пробуйте не все так говорят некоторые значит зависимости наверно от партии вот вязать я буду два сложения вы не убирайте вы можете взять в тон простую ниточку и пушистую и вязать как бы двумя разными нитками я буду вязать так так набираю 80 петель мы таким корявым способом как я его называю вот вам не признавалась вообще его называю корявый но он удобный в некоторых моментах поэтому вот сделала я одну петельку завязала теперь вот таким вот образом набираю петли вот смотрите набрала я 80 петель вот поэтому он и корявый потому что вот так вот она выглядит коряво и края совершенно ужасный получается но он нам нужен потом поймет для чего мы будем там добирать петли и сейчас я вижу резинкой 2 на 2 вы можете вязать резинкой один на один почему-то мне больше нравится 2 на 2 вот видите какой она корявенькая но зато потом очень хорошо очень хорошо без лишних уплотнений можно добрать петли без без использования вспомогательных нитей именно из этого полотна вот сейчас я вижу резинкой 2 на 2 вязала я один ряд резинкой 2 на 2 девчонки теперь замыкаем работу в кольцо будем вязать сейчас будем вязать в круговую нам здесь вы не желательно в этом месте лишнее уплотнение поворачиваем чтобы было чтобы не было перекручено вот и соединяем в кольцо вяжем по кругу резинкой 2 на 2 продолжаем вязание вот видите вот какая у меня тугая резинка да я если помните мерила 45 сантиметров ну соответственно вот это 22 сантиметра но я хочу показать насколько оно должно быть туже чем чем то что нам нужно потому что проверим натягивается вот прикрыт примерно вот такое вот достаточно тугое натяжение должно быть то есть в спокойном состоянии это 12 сантиметров то есть на 10 сантиметров меньше чем должно быть круговое вязание вот это первая резинка 7 сантиметров вот так вот это будет три с половиной в готовом виде это тоже очень важно 7 сантиметров далее мы все вот эти петли делим на 4 части вот так вот мне нужно разделить и три части из всех петель на 4 равные как бы ну это в уме мы делим одну четвертую мы оставляем на спицах вот здесь вот она у нас пойдет воротник я вернее не на спицах оставлю она вспомогательная не у меня 80 петель значит одна четвертая это будет 20 петель и вот где у меня начало ряда я провяжу 20 петель и пересниму их на нить вот они мои 20 петель я их переснимаю и они у нас сейчас будут отдыхать их я вязать пока не буду здесь вот завяжу такой узелочек себе и все теперь я вижу вот эти вот только петли которые не остались у меня это 60 петель и я их буду вязать пышная резинка для этого первый ряд вот поэтому я говорила что можно резинка 11 она хорошо проходит в эту переходит в эту пышную ну почему-то мне захотелось резинкой 2 наряжу один ряд резинка 11 так провязала я первый ряд резинка один один и во втором изнаночном ряду я думаю вы все знаете мы просто лицевую петлю вяжем не в петлю а под петлю на один ряд ниже для того чтобы получить пышную резинку изнаночную провязываем изнаночной лицевой ряд провязываем обычно и так до конца ряда каждый изнаночный лицевой мы вяжем обычная резинка один на один продолжаем вязание на этих 60 петлях вот здесь у меня 20 петель а здесь у меня 60 60 петель вот девчонки видите провязала я эту часть ровную вот она и чтобы немного понятно вот это у нас будет двойное так как померить да на этом этапе просто берем от лица и меряем до макушки видите и вот здесь вот у нас должна быть вот эта полоса короче полоса которую мы довязываем шапка должна доходить практически до макушки вот где-то такое расстояние должно должно не хватать там около 10 сантиметров вот я сейчас нарисую вот что что я как бы ну сейчас уже вот эту часть теперь мы ее делим на эти же три части по 20 петель и будем вязать эффект 5 а еще что хочу сказать вы довольно свободно я вязала чтобы она была объемная такая эластичная здесь вот вы в этом месте тоже меряете чтобы она до конца дамочки уха вот это это шапка натягивалась но не никак бы не силой а свободно легенько чтобы она доставала дамочки ухо это контрольный как бы замер сейчас и далее мы просто вяжем как бы эффектом пятки еще раз повторюсь центральные 20 петель и боковые 20 очки мы закрываем так я перед не двинулась к центральным 20 петля и теперь вижу центральный один два три 19 и 20 21 я провязываю вместе вот поворачиваюсь и то же самое то есть обычная пятка мы уже много вязали этим способом так что я думаю это не проблема еще провяжу провяжу эту сторону покажу и далее продолжить вот 20 и 21 изнаночная здесь провязываю и так далее вяжем центральную часть при этом сокращая боковые петли так девчонки смотрим вот видите я довязала эту центральную часть до конца вот так вот она выглядит теперь видите у нас остались здесь открытые петли и остались здесь открытые петли которые мы тоже переодеваем на вспомогательную нить либо на вспомогательную и оставляем их пока открытыми что хочу сказать девчонки вот видите вот такое вот у меня как бы полотно получилось если вы живете в это просто мои комментарии как бы если вы живете в тех районах где действительно очень холодная зима можно сделать эту часть в три ниточки в три нитки то есть уплотняйте как хотите это зависит от того какая вам нужна шапка теперь мы будем вязать его я буду вязать и толще спицы спицы у меня вот эти вот 4 миллиметра и доставать петли я буду вот для чего нам нужен был вот этот вот набор из этих петель и значит так в общем нить в три сложения теперь у меня и толще спицы тоже количество петель ночью ручная гладь у меня будет я набираю вот здесь вот 60 петель из этих из набранных петель так начинаем немного отступаем назад как бы чтобы у нас все совпало хорошо вот как бы первая из этой петли и далее идем я набираюсь промежутка между петлями так вот набираем петли в общем набрала 60 петель вот смотрите девчонки то есть полностью продублировала вот эту первую часть открытыми осталось вот открытой осталось вот эта часть которая у нас была здесь и здесь она у нас открыта теперь я вижу сейчас первый ряд изнаночными петлями и далее следующий лицевыми то есть вязание у меня будет чулочной гладью уже не вот этим узором а чулочной гладью сейчас у меня изнаночный ряд я его провязываю изнаночными петлями в лицевом ряду это будут лицевые так девчонки вот смотрите на данном этапе у нас получается вот такая вот непонятная конструкция на самом деле она понятно потому что вот эта половина вот в одну сторону это верхняя часть шапки в эту сторону это внутренняя часть шапки то есть да вот этой части у нас вот связано платочная гладью часть подкладки сейчас мы примеряем на чтобы у нас здесь как бы совпала длина обеих частей то есть сейчас вот эта часть и эта часть вот она видите количество рядов здесь может отличаться потому что плотность разная разная вязка разные спицы теперь мы вяжем среднюю часть точно так же как здесь забирая с к с боковых частей то есть вывязываем вот эту как бы своим но пяточку я называю вот эту среднюю часть точно также делю на три части петли и вывязываю среднюю часть подкладки так мои хорошие вот смотрите здесь я довязала эту пяточку то есть эту среднюю часть точно такую же как и здесь и теперь вот мы будем это все соединять я вот эту вот часть продеваю вовнутрь так вот эти петли я сейчас переодену на спицы с этой нитой так отлично вот видите эти первые которые я делала на спицу и теперь вязать я буду отсюда где у меня осталось нить третью нить я убираю теперь у меня будет 2 как и вначале вот она убрала и вязать теперь буду тонкими этими сейчас совмещаем вот эти вот две детали от средней части вернее 2 вот эти вот боковые совмещаем и будем набирать петли но при этом петли будем вытаскивать из обеих деталей ориентируемся по вот этой вот верхней то есть из каждой кромочной мы должны вытащить по одной петле но здесь вот это не будет из каждой кромочной здесь уже как бы вот эту вторую внутреннюю деталь мы вытаскиваем как как придется как видите отсчет у нас идет от верхней детали вот периодически контролируем можно булавкой сколоть чтобы все было равномерно я вот так вот придерживая и здесь вот из каждой кромочной набираю из каждой кромочной верхней детали я набираю по одной петли не очень удобно здесь конечно это делать но ничего зато потом все аккуратненько учете красиво вот смотрите добрала я петли вот теперь я перехожу на вот эти вот смотрите пересняла я петли на другую спицу на вспомогательную потому что отчетая в общем смотрите набрала девчонки я петли видите вот они мои обе детали ами они совмещены теперь я вижу вот эту центральную часть и вижу вот таким вот образом я буду подхватывать отсюда по одной петли и провязывать вместе то есть соединять обе части здесь я вижу по узору там я набирала петли здесь я провязываю по узору по вот этой резинке теперь смотрите внимательно как я это делаю одну петлю переснимаю отсюда беру петлю одеваю и провязываю пересняю возвращаю снятую петлю и провязываю их 2 вместе вот видите чтобы тоже у нас было здесь совмещено теперь у нас изнаночная так провязываем 2 вместе изнаночной снова переснимаю одеваю провязываю вместе изнаночной и так все петли которые у нас здесь были оставленными так провязываем и соединяем видите соединила я обе стороны вот за счет нашего набора петель видите как у нас здесь без уплотнений получилось эластичное симпатичное двойное полотно что хочу еще сказать девчонки можно здесь вот прихватить как бы соединить резиночку и обе детали чтобы здесь было зафиксировано я этого делать не буду но вы смотрите сами если чувствуете что здесь пойдет смещение то лучше зафиксируйте да с внутренней стороны вот так вот вдвое сложить резиночку и здесь вот просто прошить по всему полу внутри как бы соединить два слоя резинки так далее продать вытаскиваем точно также петли отсюда с этой стороны передвигаемся до нашей задней части продолжаем здесь вот так вот добрала я петли с этой стой уже добрали петли и теперь остались нам вот эти вот так и здесь надо привязать узелочек нить которые обрезала вот теперь я буду соединять эти две части здесь я будут провязывать тоже по 2 вместе с одной из другой спицы смотрите отсюда и отсюда петлю я их провязываю лицевый здесь пока лицевыми не будем заморачиваться здесь все лицевыми вместе петли с первой спицы я переснимаю на вторую и провязываю 2 вместе так вот смотрите набрала у нас уже петли все по кругу добраны теперь девчонки теперь нам нужно совместить узор с вот эти вот этой вот резинка я буду вязать резинкой 2 на 2 если у вас один на один то резинку один на один так 44 вот как раз у меня сейчас с лицевой начинается и я вклиниваясь в узор то есть отсюда я начинаю вязать уже 2 лица 2 лицевые 2 изна если вдруг у вас число получилось не кратное 4 допустим 1 или 2 или даже три петли у вас лишние и вы не попадаете в этот узор потому что у вас как бы число петель не кратно четырем то вы просто эти петли сократите в этом месте если допустим 2 вот два раза провяжите по 2 уже потом когда вы сейчас по кругу дойдете сюда вы их просто здесь уберите чтобы здесь у вас все совпало по узору здесь на затылочной части они прекрасно спрячутся даже будет даже очень уместно будет здесь сделать небольшие сокращения если они нужны эти петли сократить вот смотрите провязала я теперь вот эту горловину которая у нас у шейки должно быть вы смотрите по себе вы же знаете шейку ребенка сколько вы там хотите этого померяйте присмотритесь у меня это 7 сантиметров это не значит что это конечная цифра либо это начальная цифра у вас может быть совершенно другое число теперь я вижу эту резинку мы между двумя петлями здесь 2 лицевые я между ними делаю вот такую вот воздушную петлю то есть добавляю петлю и между изнаночными я тоже добавляю одну петлю в каждой двойке я добавляю по одной петле и далее просто буду вязать резинку три на три то есть эти добавленные петли я вяжу по узору то есть те которые между изнаночными будут будет по которой между изнаночными будет изнаночная та которая между лицевыми будет лицевой и далее я вижу резинкой 3 на 2 девчонки видите провязала я внизу вот для манишки но тоже смотрите сколько вы видите то есть сколько ваше уставление этой манишки этого туннеля у меня еще пять сантиметров в общей сложности вот от этого это 13 до 13 сантиметров всего вот этого часть а вы уже смотрите на свое усмотрение теперь я просто все петли по кругу закрою по узору где лицевые лицевыми где изнаночные изнаночными сейчас покажу вдруг кто не знает я думаю все знают вот так лицевые теперь у меня следующие изнаночные а вот так вот изнаночные провязываю 2 вместе и по кругу закрывает все так вот такой вот у нас девчонки сегодня шлем ни одного швам как вы заметили ничего мы не сшивали все у нас шло как по маслу вот сейчас я вам его проверяю вот так высота 20 сантиметров ширина я так предполагаю тоже он 20 21 так у меня он большой девчонки так что у вас будет поменьше я так предполагаю я его оденусь мне нужно заказать детский манекенчик вот смотрите у меня получился взрослый за счет там у меня получился вот видите на мой так за счет того что вот эта вязка очень такая податливая да она хорошо как бы ложится вот здесь вот все как почему я ее выбрала потому что она прекрасно так вот такой вот у нас сегодня шлем видите пытаюсь вам показать все у меня не получается так у меня получился размер как бы на взрослый так что вы корректируете я все объяснила вы корректируйте по своему размеру но он прекрасно видите вот этот способ лежит по голове то есть один размер я замерила потом просто измерила вот это длину и все и дальше все идет у нас по вот этим расчетам автоматически так что не боимся здесь соответственно вы можете пелеринку эту связать побольше меня тут и нитки и вязанием и еще другое то есть сама манишка вот это шашалечка это уже на ваше усмотрение думаю здесь уже проблем не будет довязать несколько сантиметров больше вот и все девчонки на сегодня все вот такой вот шлем я думаю я ваши ваши пожелания удовлетворила я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока